Очень хочу вам провести тур по нашей вилле, потому что она нереально крутая. Сейчас помолчу, секунду. Мы находимся в аэропорту Доха, и здесь находится такое кафе, если вдруг вы будете недалеко от Gate of C. Кафе называется Red, и тут обалденные, просто обалденные коктейли. Это безалкогольные коктейли, у меня на основе свежего грейпфрута и passion fruit, как он называется по-русски, честно говоря, не помню. Но вы мне наверняка подскажете в комментариях. У Федерико из манго и passion fruit с мятой, и он такой немножко газированный. Но все это я вам рассказываю для чего. Я пытаюсь подвести к тому, что вот это сэндвич с креветками. Я вначале даже не поняла, где здесь сэндвич, потому что я думала, что это цвет тарелки. А это, оказывается, вот такой лаваш. И вот это гора, это реально гора. Вот эта гора сверху, это у них называется сэндвичем. По мне так это салат, сверху лаваша. Выглядит очень аппетитно, пахнет очень вкусно. Еще приносят вот такие очень эстетичные и инстаграбельные картошки. Поэтому я вам советую это местечко, если вдруг вы будете на пересадке. Вон Федерико у меня фотографирует, фотографирует. Кстати, без бороды, кто хотел его увидеть, вот он. Вот здесь я делала фотографию с стаканом в инстаграм. Вообще, неплохой такой кафе. Мне очень понравилась эта стена. Такие переплетающиеся ленты из распечатанных всяких изображений, фотографий, графики. И сплетена по типу корзины, что ли. Даже не знаю, как это объяснить. Но очень интересно. И с подсветкой внутри. Неплохое местечко. Запомнится. Называется Red. Если вдруг будете на пересадке здесь, еще раз советую. Со мной сегодня путешествует вот эта подушка. Это еще один кот-подушка, только он такой вокруг шеи. И крутая штука, что у него дополнительная такая голова выпуклая. На ней очень удобно ложиться щекой. Поэтому я проспала почти весь первый полет так. Обожаемые гифки в самолетах, потому что там всегда куча полезностей. Какие-нибудь зубные щетки и остальное то, что можно иногда забыть с собой взять. Поэтому сейчас посмотрим, что нам положила компания Etihad. Это не реклама компании Etihad, кстати. На первом перелете были жутко неудобные сидения. Мы кое-как долетели практически. Носочки, носочки, носочки. Да, 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 носочки. Очень классные. Мягкие носочки. Обожаю носочки. Кстати, я не взяла с собой дополнительные носки, забыла. Поэтому очень даже в тему. И вот мини-зубные щетки с мини-пастами. Всегда очень пригождаются потом в дорогу, даже если не пользуешься самолет. Добавляем маску на глаз и берушим. Через каких-то, по-моему, 6 или 7 часов увидимся на Пхукете. Ура! Мы на Пхукете, но еще ура не окончательное, потому что нам сейчас... Мы идем пешком через какие-то непонятные стройки из интернационального терминала в домашний. Потому что мы полетим в Пхукете-Самуи. И что я вам хотела сказать? Я проспала как сурок весь второй полет, да и первый тоже, по большому счету. Потому что как вообще все было сейчас? Я более-менее себя нормально чувствую. И силы рассказать. С утра совсем сил не было. Потому что я не успела собрать чемодан заранее. Так часто бывает, к сожалению. И я собирала чемодан ночью. Закончила я собирать чемодан, когда время было 4.30. А мне нужно было вставать 4.30, потому что в 5.30 выезжать. В итоге я закончила собирать чемодан, пошла в душ. Вообще не ложась спать. Вообще даже на 5 минут просто. Соответственно, у меня день вот этот, который сейчас, он уже длится почти 48 часов. Если взять в расчет то, что я ночью не ложилась спать. И весь наш путь сюда составил в сумме, мне кажется, когда мы долетим до Сумуи, будет добрых 24. А если сложить с предыдущим днем, то как раз 48 часов моего такого бодрствования, так скажем. Потому что, не знаю как вы, я считаю, что если ты не лег спать в кроватку дома, то ты практически спать не лег вообще. Мы летели авиакомпанией Катар. Нам все достаточно понравилось. Если что, не очень удобное у них кресло. То есть, ну, немножко такой побитый. Встаешь с кресла. Я немножко привела себя в порядок, но я пока что без бровей, без ресниц. Надеюсь, вас это не сильно смущает. Как ждать полет и не закупиться всякой фигней? Я купила какие-то странные рыбки, где не было ни одной надписи, ни даже на английском. Я достала там одну девочку, я у нее спросила, что ей нравится больше всего. Там было очень много разных рыбок на выбор таких сушеных. И она мне посоветовала это. Сказала, что это сладкое и соленое одновременно. Я вам скажу, что это сладкое, соленое и острое одновременно. Вкусно безумно. И еще я взяла какие-то странные чипсы из кокоса со вкусом васаби. Я очень люблю кокос сушеный, а тут он такой интересный с васаби, поэтому буду пробовать. И еще, так как я забыла дома бальзам для губ свой любимый, я взяла себе бальзам для губ с натуральным кокосовым маслом. Вот все мои новости на данный момент. И через 20 минут у нас посадка на рейс на СМИ. Вот скажите, у вас бывает такое? Я смотрю на табло вылетов и жду, когда у нас посадка начнется. И думаю, сколько названий разных, сколько мест, где я никогда не была. И, честно говоря, я с таким удовольствием в каждое из них съездила просто посмотреть, как там люди живут, что там интересного. И в этот момент задумываешься, сколько же в мире всего того, что мы не видели и, скорее всего, не увидим. То есть, ну, невозможно объехать необъятные, объехать весь мир и каждый город мира за всю жизнь. И очень жаль, что жизнь так коротка, что мы никогда не успеем посмотреть все. Я никогда не летала на таком маленьком самолете. Хотя нет, когда я летала на Мальдиве, там был самолет еще меньше. Но просто посмотрите на этого малыша. Он просто, просто малыш. На такие длительные перелеты, пожалуй, скажем так, я не летала никогда на таких маленьких. Мне кажется, на камере не передается, насколько он крошечный. На самом деле он просто, просто крошечный. Как маленький частный самолетик. КОНЕЦ 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 Мы поедем в аэропорт вот на таких машинках. Вообще обалдеть просто. Пожалуй, это самый милый аэропорт из всех, которые ее видела. Это даже не похоже на аэропорт, как будто мы уже в отель едем на мини-басе. Ну, привет, Самуи. Зона выдачи багажа находится полностью на открытом воздухе. И вся просто утопает в каких-то садах. Я до сих пор не могу в себя прийти, какой классный аэропорт. Я была как бы и на Мальдивах, и в других тропических местах. Но этот аэропорт самый милый, честное слово. Так, смотрите, это карта Самуи. Мы прилетели вот сюда, это аэропорт. И наш пляж будет где-то здесь, в районе Майенам. И я думаю, что я начиталась информацией про все пляжи на острове. Мы обязательно сейчас ездим на Чавенгной. Еще я взяла путеводитель и нашла там очень интересную, как мне показалось, экскурсию на островочек. На красивый, на котором хороший снорклинг и прекрасные виды. Так, вот наш отель, он называется Сари Самуи. И он прекрасен с самого входа, я бы сказала. И внутри нас ждет какая-то тропическая вилла с ванной на природе. Ну, очень все, конечно, такое, как в джунглях. Такое единение с природой я уже предвкушаю. Летают бабочки, прелестно. Нас, я бы сказала, хорошо встречают. У нас вилла со звонком, ребята. Со звонком. Очень хочу вам провести тур по нашей вилле, потому что она нереально крутая. У нас свой такой небольшой садик. Ну, не сказать, что он какой-то шикарный, но это здорово иметь свою какую-то территорию. Здесь за кустом располагается джакузи. Оно, я не знаю, будем ли мы им пользоваться, но я думаю, что можно будет вечерком его наполнить и покайфовать. Так, это дверь. У нас, кстати, дверь закрывается. Очень интересно. Ощущение, что мы где-то на самом деле в деревне находимся. Вот на такой засов закрывается дверь. И табличка, Don't Disturb, тоже все такое деревянное. Я еще вам не сказала, что это своеобразный эко-отель. И они очень борются за сохранение природы, за единение с природой. И большой им за это респект на самом-то деле. Плюс у нас вот такая терраса тоже под открытым небом. И диванчик. Я думаю, что мы здесь будем залипать вечерком, может быть. И внутри уже кондиционер. Это очень здорово иметь открытую территорию, но когда плюс 35, все-таки днем хочется быть под кондиционером. Мне очень нравится сам стиль отеля. Мне нравится деревянная мебель, которая здесь есть. Она вся такая очень интересная. Каждый день будут приносить воду свежую. Они перерабатывают бутылки. То есть не то, что перерабатывают, а переиспользуют бутылки те же самые. И это тоже как бы борьба за сохранение природы, за то, чтобы не заниматься суперсильно потребительством. Сейчас издалека покажу вам кровать. Она с таким мини-балдахином. Перед кроватью диванчик. Все в таком тропическом а-ля тайском стиле. Мне очень-очень нравится вот эта мебель. Я сейчас закрою и покажу вам, потому что телевизор мне особо не интересен. А как сам предмет мебели в интерьере, мне очень нравится этот шкафчик. Там внизу спрятан мини-бар, и наверху получается телевизор. И здорово, что телевизор спрятан, потому что терпеть не могу, когда телевизор висит на стене. Мне кажется, это очень портит вообще вид комнаты любой абсолютно. Вот та дверь, это я вам расскажу позже. Итак, здесь шкаф, тоже все такое деревянное, все такое супер-эко. И я обожаю все разное. Вы это знаете наверняка по моему дому. Если вы смотрите меня в инстаграме, у меня все стулья дома разные. И здесь две тумбочки разные. Одна такая, и другая, которую я вам показывала до этого. Если вы лежите на кровати, то вам открывается вид на ваш садик. И если ваша вторая половинка принимает ванную, вы можете за ней подглядывать. И теперь к этой двери. Она также открывается на засов. И куда мы попадаем? Мы попадаем в ванную на улице. Не круто ли это? Я ванную на улице встречала только на Мальдивах, честно говоря. Мне кажется, это очень здоровская идея, такое единение с природой. Я, конечно, боюсь букашек всяких, но надеюсь, что мы с ними не повстречаемся. Это я вам передаю привет в зеркале. Здесь у них, конечно же, всякие полотешки, всякие ништячки от отеля, стаканчики, полностью каменная поверхность, много разных деревянных аксессуаров, классное зеркало для мейкапа, я думаю, будет удобно. Также они борются, опять же, за то, чтобы полотенца не стирались каждый раз. И по возможности предлагают вам различными сушилками, то есть три типа сушилок вам предоставляется, чтобы вы могли выбрать, как вам посушить ваше полотенце или отдать его все-таки постирать. Никто вас не заставляет, но они предлагают задуматься о природе, и это здорово. Дальше здесь у нас располагается душ, тоже все, как вы видите, под открытым небом. Там вокруг зелень, почти лесок, и ты тут стоишь такой, принимаешь прохладный душ, мне кажется, очень круто. И вот по кругу мы вышли снова к этой ванне, которая находится на улице. Здесь, кстати, на стене висят такие фонарики, я думаю, что ночью и принимать прям самое то будет. Все, на этом, я думаю, экскурсию нужно заканчивать, потому что я вам все показала. Вот куст ванная, и пошли под кондиционер, потому что я тут просто плавлюсь, конечно. Конечно, жара стоит, градусов 45, ну 45, может, я преувеличиваю, но после Италии, хотя в Италии тоже не холодно. Я, может быть, конечно, преувеличиваю, но мне кажется, очень жарко. Так, все, я пойду умываться в душ, я еще в душе не была, вам решила записать, пока все чистенькое, свеженькое. В душ собираться, и, конечно же, на пляж, потому что у нас отель прямо на пляжу. Бассейн и море покажу вам чуть позже. Я, наконец-то, пришла в себя, собралась, я приняла душ, тут потрясающий тот душ, который я вам показала на улице, принимать его было, такое наслаждение. Не знаю, слышно ли вам, я сейчас помолчу, секунду. Тут поют птицы так сильно, я не знаю, что за птички, еще не видела, но я принимала душ под пение птиц, просто в центре джунглей практически. И я привела себя немножко в порядок, сделала такой легкий мейкап, естественно, стойкую помаду, чтобы она у меня не стерла за весь день на пляже. И на мне новый комбинезончик, я от него просто в восторге. Я так давно хотела джинсовый, немножко оверсайз комбинезон с короткими шортиками, и именно носить его а-ля на пляжном отдыхе, застегнутым на одну лямку. И у меня обалденный топ тоже, кстати, комбинезончик из H&M, и верх от купальника тоже H&M, и шляпа, по-моему, не, шляпа Asos. Да, шляпа, по-моему, Asos. И на ногах, не знаю, дотянусь? Дотянусь, дотянусь, не дотянусь. Тапки из Zara. Так, все, мы пошли на пляж, сейчас буду вам показывать по ходу территорию отеля. Весь отель примерно выглядит так, то есть это какие-то джунгли. И там вдалеке-вдалеке, не знаю, видно вам или нет, уже виднеется океан, и там у нас... О-о-о, змея, 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 змея! Передо мной только что проползла вот такая змея, вот такая вот. Я теперь воню сходить. Привет, зверек! Чик! Так, я отошла немножко от шока от змеи, надеюсь, что больше она мне не попадется по дороге. Мы уже дошли до моря. Продолжение следует... Я тут стою и любуюсь, как красиво тень отбрасывает пальмовые листья. Прям стояла и долго-долго записывала, как меняется тень на ветру. Так красиво. Ребята, тут так кайфово, что в определенный момент просто, особенно первый день, не хочется... Я остановилась на том, что не хочется записывать, что ли. Такие еще уставшие после такого длинного перелета, хочется чуть-чуть прийти в себя, чуть-чуть отдохнуть и вообще понять, где ты очутился. Мы пришли на пляж, и обычно первое, что я делала на пляже, это пофотографироваться, пока еще не намочила волосы. Но тут как-то подумалось, да к черту эти волосы. И мы пошли сразу купаться, наплавались, потом посушились на солнышке, погуляли по пляжу немножко, еще поплавали. Сейчас проголодались, пришли в ресторан местный, который у нас в отеле находится. Тут так красиво. Я лежу, я чувствую этот тропический воздух, это пение цикад, всяких насекомых, которые вокруг нас напевают разные песнопения. Какие-то тропические птички, крабики бегающие по песку. Такая-такая-то романтика, такое спокойствие. Я еще выбрала такой пляж, Майнам именно. Он очень уединенный, тут нет толпы, это вам не Пхукет, центр Патонга, то есть тут очень-очень малолюдно. На пляже вместе с нами, наверное, на 100 метров всего 6 человек. Поэтому если вы ищете уединенный такой отдых, хорошее море, красивые пейзажи, то вам обязательно сюда. Сейчас мы будем заказывать что-нибудь покушать, и я вам покажу, что тут готовят вкусненько. В этот момент, понимаешь, просто жизнь удалась. Я заказала себе костумеризированный, как же это, персонально сделанный коктейль, то есть я его придумала. Федерико, дурачок. Я заказала из свежего ананаса, смешать его с лимоном и с мятой. Они мне сделали такой шейк, мне кажется, это будет так вкусно, еще не пробовала. У Федерико что-то... У него апельсин, ананас и манго. И у нас вот такой вид из ресторана. Мой там ямчик пришел, как я по тебе соскучилась. У меня зеленый карри с рисом. У Федерико нудо с креветками. С чем-то еще я уже не запомнила, но выглядит, конечно, фантастически. Накрыто все это тоненьким, по-моему, омлетиком таким, ажурным. Доброе утро, ребята. Вчерашний день закончился совсем не так, как я его планировала, потому что после обеда, который я успела заснять, мы пришли в номер, чтобы чуть-чуть отдохнуть. Все-таки мы были очень уставшие с дороги. Да даже, наверное, не то, чтобы отдохнуть, а как-то, возможно, переодеться, так как я намочила уже свой комбинезончик, и подправить макияж, взять другую камеру и снова пойти на пляж. И по дороге, пока мы шли в номер, у меня так сильно заболела голова, видимо, все-таки переутомление меня накрыло за все предыдущие дни, за поездку, за этот сон урывками в самолетах. И я выпила таблетку от головы и решила, что на часочек лягу спать. Может быть, пройдет, потому что терпеть головные боли я не могу вообще. Либо я пью очень тяжелые таблетки, либо я пытаюсь заснуть. Я легла спать. После меня, видимо, уснул Федерико. И проснулись мы где-то в 7 вечера. Я проснулась снова с головной болью, таблеток у меня больше не было. Федерико пошел искать аптеку вечером, нашел аптеку, принял мне таблетки, выпила одну, еще час провалялась, опять не прошло, выпила вторую. И вот как раз после второй меня окончательно скосило, и я уснула и проснулась сегодня в 7 утра. Вот так прошел наш вчерашний первый день на Самуи. На этом этот влог я буду заканчивать, и мы с вами встретимся в следующем влоге, в следующий день, который я сейчас начну записывать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok